В последнее время много кто, МИДы, ПАСЭ, Газдеп США, некоторые СМИ и блогеры, ну и конечно украинская хунта, требуют освобождения Надежды Савченко. Они сделали из нее мученицу и вызвали в ранг героя незалежный. Однако прокурор Украины в закулисе шоу Шустера рассказал, что Савченко повязали во время обычного мародерства. Так что это за герои на Украине такие? Как долго хунта сможет ими прикрываться и что пытается скрыть? Рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, руководитель Центра координации «Новая Русь» Алексей Анпилогов. Все истории о так называемых территориальных батальонах самообороны, они не выдуманы. А какой же был принцип формирования данных батальонов? Эти батальоны в момент весны 2014 года набирали всех желающих. То есть это были добровольческие формирования, которые не чурались, они ни уголовного элемента, ни преступников, ни просто мошенников, которые хотели заработать что-нибудь на революции. На фоне всех остальных уже совершенно откровенных уголовников, Надежда Старченко еще выглядит более-менее нормально. Хотя понятное дело, что за ней достаточное количество грехов, за которые сейчас осуждает Российская правосудия. Вот такими героями сейчас и хвалится незалежная. Но невзирая на столь большой международный ажиотаж вокруг персоны-наводчицы, мы не должны потерять суть происходящего. А суть госпереворота на Украине остается прежней. Это неофашизм, его проявления и преступления. Вот о них и не говорят. Вот его-то и прикрывают тщательно криками о бедной и несчастной женщине, безвинно страдающей в застенках российского правосудия. В целом около тысячи политзаключенных находятся сейчас за стенках Украины. И в отличие от айдаровцев, торнадовцев, Надежды Старченко, это люди, которые не осуществляли никакой противоправной деятельности. Большинство из них сидит по статье 109-110. Это нарушение конституционного строя и сепаратизм. При том, что они наоборот требовали возвращения конституционного порядка после событий февраля 2014 года. И часть из них сидит по откровенно сфабрикованным обвинениям, когда, например, беременную женщину обвиняют в терроризме. Ну, смешно, когда у кормящей матери или у беременной женщины на кухне находят в кастрюле гранату F1, например. Это вот практика действия сейчас украинского СБУ, которая не гнушается в фабрикации откровенных улик против тех, кого они не могут осудить за их политическую позицию. Эксперт уверен, в противовес делу Савченко более выигрышной позицией для России будет поднять весь пласт нарушений прав человека, которые сейчас существуют на Украине. И позиция эта беспроигрышная. Одна Савченко против тысяч репрессированных на Украине. Насколько все преступления хунты сделали ближе всю страну к манящей Европе и ее ценностям? Ну, давайте мы с вами вспомним сюжеты нацистской Германии, когда преступления реальных фашистов покрывались физическими героями немецкой нации, которые получали со всех радиоточек, газет и журналов. И технология всегда одна и та же. Выбирается сакральная жертва, которая педалируется во всех средствах пропаганды. И за вот этим вот сюжетом этой сакральной жертвы, настоящие жертвы режима просто не рассматриваются, не принимаются во внимание общественным мнениям. И сейчас я на примере Надежды Савченко вижу точно такую же ситуацию на Украине. Поэтому здесь они абсолютно в русле европейских ценностей, просто ценностей немножко других стран, которые не победили во Второй мировой войне, а проиграли. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова